Привет! Сегодня хочу вам рассказать о том, как я выучила турецкий язык. Некоторые зрители просили меня об этом в комментариях, и сегодня я постараюсь вам кратенько изложить свою историю, ну а также дать некоторые советы и рекомендации по изучению турецкого языка. Давайте приступать! Итак, сразу хочу сказать, что я начала учить турецкий не сразу, как переехала в Турцию. Первый год я и вовсе не была настроена учить турецкий язык, поскольку я работала в анимационной команде. Все мои коллеги разговаривали либо на немецком, либо на английском языке, а этими языками я на тот момент уже владела. И я решила, что в принципе мне турецкий не особо нужен. С мужем я общалась в то время на английском языке, и в принципе как-то я и не заморачивалась по поводу того, чтобы выучить турецкий язык. Хотя перед приездом в Турцию я старалась еще в России, помню, что-то там выучить, но мне не особо давался этот язык. Когда я в первый год живала в Турции, мне вообще показалось то, что я никогда не смогу выучить турецкий язык, настолько мне он казался сложным. В частности, в плане произношения. Как вам? Да, и тогда у меня тоже вставали волосы дымом, я не верила, что я смогу освоить этот язык. Но вы знаете, когда вы переезжаете в другую страну, и не только в Турцию, без разницы куда вы переезжаете на постоянное место жительства, если вы не владеете местным языком, развивается вот такой вот комплекс иностранца, когда вам кажется, что все за вашей спиной говорят о вас, и говорят гадости. Естественно, хочется понимать, что говорят окружающие тебя люди. Кроме того, например, когда я ходила в гости к родителям своего мужа, это было для меня настоящее испытание. Во-первых, вы знаете, в гостях в Турцию долго сидят, очень долго, по 4-5 часов, если не больше. И при этом, если ты не владеешь языком, ты абсолютно не понимаешь, о чем они говорят, постоянно просишь мужа перевести, и смотришь, сидишь в одну точку и думаешь, когда же это испытание закончится. Естественно, если ты собираешься жить в Турции, либо в какой-то другой стране, язык желательно местный выучить. Поэтому зимой 2012 года я записалась на курсы. У нас здесь в Сиде есть школа для иностранцев, где преподают турецкий язык конкретно для иностранцев. Курсы по турецкому языку я посещала около 3 месяцев, и именно там был заложен основной фундамент моих знаний турецкого языка. В первую очередь, конечно, мы изучали там названия, дней недели, цифры, и, конечно же, основную такую грамматику, в частности, спряжение глаголов по лицам, числам, по временам. И именно вот эта вот моя база в дальнейшем помогла мне изучать турецкий язык. Таким образом, первый совет, который я вам могу дать, если вы начинаете изучать турецкий язык, обязательно изучите грамматику, в частности, спряжение глаголов по лицам, числам и временам. Но продолжать обучение я на курсах не стала, поскольку мне нужно было выходить на работу. Наступил март, и я устроилась в отель на ресепшн. Именно благодаря этой работе я повысила уровень знания своего турецкого языка. Дело в том, что на ресепшне моя работа была связана не только с туристами, но также с работниками самого отеля, и очень многие из них, кроме турецкого, никаким другим языком не владели. Ну, к примеру, приходит турист на ресепшн, говорит, в моей комнате не работает кондиционер. Я набираю номер технического сервиса, конечно же, берет трубку турок, которые не знают ни одного языка, кроме своего родного, и я должна ему на турецком сообщить, что в таком-то, таком-то номере произошла поломка кондиционера. Пожалуйста, пошлите туда техника. То же самое, звонишь на хаускипинг куда-то поварам, в общем-то, по всему отелю нужно коммуницировать с сотрудниками. И, конечно же, ежедневное общение с носителями языка дало мне большой толчок в освоение турецкого языка. Так потихоньку, помаленьку и сформировался мой словарный запас. Конечно же, когда я слышала какие-то незнакомые слова на турецком языке, я их всегда сразу проверяла в гугл-переводчике. В общем-то, какой второй мой основной совет? Конечно же, если есть возможность, старайтесь общаться с носителем языка, который не говорит на других языках, либо же намеренно не будет говорить с вами на других языках, чтобы вы овладели турецким языком. Кстати говоря, мой муж вообще все первые годы, наверное, первые пять лет нашей совместной жизни общался со мной вначале на английском, потом я его учила русскому. В итоге мы вообще практически первые пять лет не общались на турецком языке. И он, как-то у него не получалось научить меня. Видимо, просто было лень и не хватало терпения. Так вот, благодаря работе в Турции и общению с людьми, с местными, мне также удалось выучить турецкий язык. Третий очень хороший метод для того, чтобы освоить любой язык, не важно, турецкий или не турецкий, это, конечно же, читать. Можно читать газеты, журналы, конечно же, первые несколько месяцев со словарем, а уже потом можно, в принципе, и без них обходиться. Но я читала только газеты, журналы, и изредка книги я вообще на турецком не читала. Таким образом, у меня получается, что турецкий это первый и единственный язык, который я выучила, можно сказать, на слух, а не по учебникам. Хотя, конечно, грамматическая база у меня была заложена на курсах турецкого языка. И, конечно же, постоянно подглядываешь в словари, подглядываешь в правила по грамматике. И со временем знания накапливаются, и, соответственно, язык твой становится богаче. Поскольку турецкий это третий иностранный язык, которым я владела, у меня уже были в заначке припасены некоторые приемчики, которые помогают выучить незапоминающиеся слова. Здесь я имею в виду ассоциативный метод запоминания. Например, все вы знаете турецкое слово спасибо, ну, может быть, по крайней мере, слышали, если отдыхали в Турции. Teşekkür ederim. Конечно, для нас это трудновыговариваемое слово, и для меня оно тоже являлось таковым до определенного момента. Ну, например, как туристы запоминают, чтобы благодарить официантов, работников в отелях. Тысяча кур. Что такое тысяча кур? Это тысяча кур, да? Тысяча кур, тысяча кур. Вот, и вам и, пожалуйста, получилось слово спасибо на турецком языке. Кроме того, если вы только начинаете осваивать турецкий язык, вы также можете в первую очередь выучить слова, которые созвучны с русским языком, и таковых очень-очень много. Сейчас я вам их назову. Кстати говоря, некоторые турецкие слова, созвучные с русским, имеют практически такое же значение, в то время как некоторые совершенно иное значение. Итак, ну, к примеру, возьмем чай, диван, базар, шапка, лампа, корпус. Вот эти вот слова очень похожи на наши. Что у нас такое чай? Это и есть чай. Диван, диван. Пазар, это базар. Шапка, это имеется в виду любой головной убор, я так понимаю. И лампа, у нас лампа, у них лампа. Вот и все дела. И таких слов очень много, вы только посмотрите. Так что вы можете начинать именно вот с таких условий. Также есть часть слов, которые произносятся так же, как и русские слова, но имеют совершенно другое значение. Например, бардак, это стакан, табак, это тарелка, корга, ворона, сарай, дворец, что у нас там еще? Кулак, это ухо, канат, это крыло, сандалия, это стул, и люль, это сентябрь. В общем-то, если турецкие слова вам сейчас даются очень-очень сложно, можете как раз-таки начинать с теми, которые созвучны с русскими словами. Я думаю, это будет неплохим стартом. Турецкий язык, кстати говоря, очень интересен тем, что в нем отсутствует род усуществительного. Он, она, оно, все это буква О. То есть О, это может быть по-турецки и она, и он, и оно. Кстати говоря, недавно гуляла по книжному магазину и увидела книгу Стивена Кинга Оно. Вы знаете, наверное, эту книгу, но про фильм точно слышали. В общем-то, книга называется Оно, а по-турецки написали О. И я вот задавалась таким вопросом, спрашивала у мужа, вот смотри, вот сейчас так-то называется Оно, но у вас на турецком написали О. Как вы поймете, это он, она или Оно? Ведь в название Оно закладывается какой-то мистический смысл, говорящий нам о чем-то зловещем, предрекающий какие-то ужасы. А вы тут просто на турецком пишете О, и как мне вот понять, о чем будет книга? Да, вот такие вот интересные заковырки языковые тоже есть. Кстати говоря, за счет того, что в турецком языке нет родов, его грамматику освоить гораздо проще, нежели грамматику, допустим, немецкого языка, даже английского языка. Например, в немецком языке склонение прилагательных, расстановка артикля очень зависит от рода существительного, а вот в турецком родов нет, и это очень-очень облегчает его изучение. Кроме того, востворение турецкого языка мне очень помог просмотр новостей на турецком языке, ну а также посещение кинотеатра, где показывают фильмы на турецком языке. Почему я делаю такое уточнение? Потому что в Турции в кинотеатрах можно пойти и на фильм, он будет на английском языке с турецкими субтитрами. Такая возможность здесь тоже есть. И иногда мы как раз-таки уходим на английский вариант, но и также, если английского варианта нет, я хожу и спокойно смотрю фильмы на турецком языке. И в течение фильма, когда я смотрю, я запоминаю какие-то слова, которые мне неизвестны, и потом прихожу домой, либо же я сразу смотрю в телефоне, в гугл-переводчике, и таким образом запоминаю эти слова. Либо же могу мужу спросить, чтобы он мне подсказал, что это означает. Таким образом, также просмотр фильмов, просмотр телепередач, в частности новостных, довольно-таки хорошо помогает освоить турецкий язык и расширить свой лексический запас. Но самый главный совет, который я могу дать всем начинающим изучать турецкий язык, если вы уже начали его изучать, и вам кажется, что вы никогда его не освоите, как это в свое время было со мной, не унывайте. Поверьте мне, если вы продолжите изучать язык, если вы продолжите произносить слова на турецком языке, Со временем турецкий язык постепенно встроится в ваш артикуляционный аппарат, и вы сами не заметите, как с легкостью начнете произносить труднопроизносимые турецкие слова, такие как немлендериджи, бронзлэштериджи и так далее и тому подобное. Итак, давайте подведем итоги. Что вам нужно для освоения турецкого языка? В первую очередь, это основы грамматики, в частности, спряжение глаголов по лицам, числам и, конечно же, по временам. Во-вторых, обязательно, если есть возможность, старайтесь коммуницировать с носителями языка. В-третьих, смотрите кино, новости, сериалы, да все что угодно смотрите на турецком языке. Незнакомые слова выписывайте, смотрите их в словаре, проверяйте в гугл-переводчике и запоминайте. Ну и в-четвертых, старайтесь читать турецкую литературу, хотя бы несложную читать со словарем. Читайте газеты, журналы, какие-то статьи в интернете, отмечая для себя неизвестные слова. Пусть даже большинство слов будет неизвестно, но таким образом вы будете видеть и грамматические формы, вы будете расширять свой лексический запас. И таким образом, если вы будете на протяжении, я думаю, года активно заниматься турецким языком, следовать тем советам, которые я вам дала, то в течение года вы уже спокойно сможете выучить турецкий язык на таком хорошем среднем уровне. Сама я его учила несколько лет, у меня было изучение его не систематическое, я полгода жила в Турции, потом уезжала в Россию. Иногда, в общем, он мне и не пригождался вовсе, только если где-то на работе, если куда-то уходишь в магазин. Я так систематически язык не изучала, но могу сказать, что вот первый год, а я вообще его не учила, где-то я освоила в среднем такой более-менее нормальный уровень за три года. За три года, то есть особо не учась, просто на слух. Особо не учась, только лишь подсматривая где-то слова, только изучая какие-то фразы от тех, кто говорит рядом со мной. А так, тогда в целом где-то три года у меня ушло на то, чтобы турецкий язык окончательно въелся в мой мозг. И сейчас, очень часто, вы не поверите, но даже сейчас, я очень часто даже думаю на турецком языке, а не то, что говорю. Особенно очень часто ты переключаешь свой мозг на турецкий язык, когда, к примеру, ты уйдешь в гости, разговариваешь с мамой, там 4 часа сидишь, и вы ведете беседы на турецком языке, ты приходишь домой и продолжаешь уже думать на турецком, а не на русском языке, такое тоже бывает. Когда вы начинаете думать на турецком языке, я так понимаю, то, что вы можете сказать, что вы владеете языком. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, не забывайте ставить лайк, подписываться, ну а мы увидимся с вами очень скоро в следующем очень интересном ролике.